Час. Здравствуйте, с вами программа Докторы и мы ее ведущие Кирилл Рацак и доктор Ирина Першина. Одна из главных женских фобий это рак груди. Этого заболевания боятся все женщины, причем их пугает мысль даже о том, что врачи могут что-то обнаружить. В итоге представительница слабого пола обращается к врачам тогда, когда помочь им уже бывает сложно. Так что же губит, рак или страх и можно ли предотвратить эту болезнь, поговорим прямо сейчас. Сегодня у нас в студии заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии научного онкологического центра имени Блохина, профессор, доктор медицинских наук Владимир Соболевский, а также заведующая молекулярно-биологической лабораторией Московской городской больницы номер 62, кандидат медицинских наук Ирина Демидова. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Владимир Анатольевич, получается какой-то парадокс. Женщины боятся рака груди и этот страх по идее должен мотивировать на то, чтобы вовремя обращаться к врачу и хотя бы раз в год проходить профилактические осмотры. Однако женщины же боятся и обращаются часто уже, когда онкологическое заболевание оказывается на последней стадии. Действительно такая проблема есть и причина, наверное, низкая информированность об этом заболевании, о результатах лечения. Действительно очень многое в москвичек обращается уже, в общем-то, ну так скажем, не в начальной стадии заболевания. И страх здесь играет большое значение. Ну, наверное, самая известная женщина в мире, объявившая открытую войну раку, это голливудская актриса Анжелина Джоли. В 2013 году она сделала операцию по удалению молочных желез, заменив их имплантатами. Ну, а в этом году удалила и придатки. Главной причиной для проведения этих операций, по словам актрисы, стало то, что ее мать, тетя и бабушка умерли от онкозаболеваний молочных желез или женской половой сферы. Тесты показали, что Джоли также склонна к развитию этих видов рака. Врачи рекомендовали актрисе удалить и грудь, и яичники. Ее супруг Брэд Питт назвал этот поступок героическим. Владимир Анатольевич, а как в России относятся к такого рода операциям, профилактическим? Вообще, эта проблема в России обсуждается относительно недавно. В 2011 году наш центр получил адресное разрешение для выполнения профилактических операций у женщин-носительниц той или иной мутации при уже наличии рака молочной железы в одной молочной железе. Мы этой проблемой занялись из-за того, что довольно большое количество молодых женщин, прошедших лечение рака одной молочной железы, через 3-5 лет обращаются к нам повторно с заболеванием второй молочной железы. И уже постфактум у них выявлялась мутация. Конечно, выполнение одномоментно-профилактической мастектомии избавляет их от целого ряда проблем. Почему только центр Блохина имеет разрешение на такого рода операции? Потому что это, в общем-то, действительно большая проблема. Во-первых, пациенты должны проходить тщательное предоперационное обследование. И чаще всего это не просто УЗИ и маммография, а это МРТ молочных желез. Во-вторых, профилактически удаленная ткань молочной железы должна подвергаться очень тщательному гистологическому исследованию. И в среднем, по нашим данным, порядка 10% случаев удаления профилактически здоровой молочной железы, при гистологии там обнаруживается ранняя форма рака молочной железы. Поэтому я думаю, что огромное количество частных клиник бы с удовольствием взялось за эту проблему и выполняло бы платно такие операции. Но не везде есть условия для исследований гистологического, для предоперационного обследования и так далее. Скажите, пожалуйста, а в центре Блохина подобную операцию можно сделать по полису обязательного медицинского страхования или это платная операция? Нет, это операция бесплатная, но для этого нужно получить квоту Минздрава на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи. Потому что этот вид операции уже относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Но проблем с получением этих квот пока нет. Ирина Анатольевна, а наличие мутаций в каких генах может предполагать развитие онкологического заболевания молочных желез? Вообще считается по статистике, что примерно 10-15% всех заболеваний молочных желез обусловлены именно генетическими причинами. Но самые известные из них как раз те самые, по поводу которых оперировалась Анжелина Джоли, это мутации генов Берсей-1, Берсей-2. Они составляют примерно половину всех случаев генетически обусловленного рака. Но в настоящее время известно более 10 генов, которые могут предполагать развитие рака молочной железы и яичников, и не только рака молочной железы и яичников. Они встречаются существенно реже, но часть из них представляет точно такую же опасность для жизни женщины. Ну вот у нас есть графическое изображение молочной железы. Давайте обозначим те самые гены, в которых могут происходить мутации. Это Берсей-1, Берсей-2. Еще. Чек-2. Чек-2. НБС. На самом деле, как я сказала, НБС-1, как я сказала, таких генов более десятка известно на настоящий момент, но они встречаются гораздо реже, чем те, что перечислены сейчас на доске. Ирина Анатольевна, но женщина может не быть носительницей мутировавших генов, которые мы перечислили, но тем не менее она же полностью не застрахована от того, что у нее не будет рака в груди. Конечно, она полностью не застрахована от того, что не будет рака молочной железы, потому что основное количество всех случаев – это все-таки спорадический так называемый рак, то есть тот, который возникает без явной наследственной причины. А вследствие каких-либо других факторов? Да, безусловно. А каких? Чего нужно бояться женщинам помимо генетических мутаций? Ну, существуют факторы, предрасполагающие к раку молочной железы, но часть из них обусловлена физиологическими причинами – это так называемое длительное воздействие эстрогенов, потому что сейчас это обычная история, обычно в развитых странах, когда у женщины раннее начало менструации и поздние менопаузы, и в то же время малое количество родов, то есть женщина все время находится под давлением эстрогенов. Опять-таки поздние роды, первые роды после 30 лет – это тоже фактор, который способствует развитию рака молочной железы. Ожирение – это очень серьезная проблема. Дело в том, что жировая ткань обладает способностью выделять эстрогены, которые также способствуют развитию рака молочной железы. Курение, избыточное употребление алкоголя – это все наши беды, которые распространены в основном как раз в развитых странах, которые способствуют увеличению риска развития рака молочной железы. Владимир Анатольевич, а мужчины раком в груди болеют? К сожалению, да. Значительно реже, чем женщины. Но где-то на 100 случаев рака молочной железы у женщин попадает один случай развития рака грудной железы у мужчин. То есть мы тоже находимся в группе риска? К сожалению, да. Владимир Анатольевич, давайте расскажем о первых видимых признаках развития рака молочной железы. Ну, вообще их, конечно, несколько. Это, прежде всего, наличие пальпируемого образования в ткани молочной железы. Это появление, так называемого, симптома кожной площадки или видимой деформации ткани молочной железы. Втяжение соска, безусловно, либо кровенистое выделение из соска. Также появление отека кожи молочной железы, появление такой лимонной корки. Это изменение цвета, появление эрозии на ореоле, либо увеличение подмышечных лимфоузлов. То есть, если женщина обнаружила хотя бы один из этих признаков, или хотя бы увидела какие-то изменения на коже, ей нужно срочно обращаться к специалистам? Безусловно. Чем раньше стадия будет определена заболевание, тем лучше результаты лечения. Тем больше шансов, закончив лечение, сохранить, а иногда, в общем, даже улучшить внешний вид. Возможно ли, если речь идет о профилактической мастектомии, сразу же провести протезирование молочной железы, чтобы женщина ни на месяц, ни на день не чувствовала себя неполноценной? Ну, при профилактической мастектомии однозначно одномоментно реконструкция. Там нет заболеваний, грудь удаляется профилактически, там сохраняется кожа, сосок и ореола, и одномоментно выполняется реконструкция. Гораздо важнее, что уже даже при наличии заболевания, в большинстве случаев возможно выполнить одномоментную реконструкцию. Естественно, чем более ранняя стадия, тем лучше прогнозы перспективы лечения. И сегодня вообще об этом заболевании известно очень много. И результаты лечения значительно лучше, чем еще 15-20 лет назад. Нам большинство наших пациентов удается вылечить от этого заболевания. Поэтому, безусловно, качество жизни их очень важно. И сейчас очень много молодых женщин, к сожалению, обращаются с этим заболеванием. Очень важно, чтобы женщина мало того, что приходила на профилактический осмотр регулярно, но и имела в виду, что генетическое обследование тоже должно проводиться тем, у кого есть в семье случаи рака молочной железы. Кстати, генетическое обследование – это одноразовое мероприятие, или его тоже нужно проходить раз в год, раз в пять лет? Нет, конечно. Это делается один раз в жизни. И с помощью вот этого обследования можно сразу установить, есть ли какие-то причины для того, чтобы обследование онкологическое, скажем, профилактическое проводить чаще. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое, что были в нашей студии и поучаствовали в такой интересной, актуальной теме. Спасибо. Спасибо. А к вам мы вернемся совсем скоро, после рекламы. Уважаемые коллеги.